здравствуйте в студии владислав юрицын сегодня мы поговорим о чиновниках и этики у нас гостях владимир пермин председатель добровольного общества защиты прав нанимателей член рабочей группы по внесению изменений в законопроект о защите прав потребителей давайте начнем с того что аким дасаев обещал вам и другим общественникам встречу ну это было в том году в мае месяце до сих пор эта встреча не состоялась и то есть там кроме встреч еще что-то бы к еще могут обещание да там была встреча обещания встретиться и мы попросили дасаева разобраться почему меморандум который заключен между управлением жилья который сейчас называется урки и наши общественные организации почему не выполняется его подчиненными что было потом ну он там был референдум 5 июня сказал после 5 июня мы с вами встретимся с общественной организацией города алматы по защите прав потребителей поговорили и поручил разобраться своих заместителей поручил разобраться с этим вопросом встреча была встреча не состоялась всего же полтора года прошло еще немножко а ну еще полтора года дождать как три года за обещанную три года я понимаю да встреча не состоялась а вместо того чтобы помощник его разобрать почему не выполняется меморандум мне приходит информация что с вами расторгают меморандум то есть меня не вызывали ничего просто проинформировали что меморандум с вами расторгают а как это технически делается ну расторгается меморандум меморандуме у нас есть гражданский кодекс который меморандум это тоже договор у нас есть гражданский кодекс который регламентирует эти вещи и кроме того в меморандуме указано как и последовательство расторжения то есть они должны Если какая-то сторона не инфицирует, а разрыв отношения, она другую информирует, что вот мы такие-то. И с помощью этих условий она должна предоставить причин расторжения. То есть вот этой процедуры ничего не было. И они говорят, нам не нравится это условие, хотя у них текста нет. Текста договора у них нет. Они его потеряли. Но они помнят, что условия не нравятся. Да, они только какие, они не знают, но главное мне нравится. Хорошо. После этого вы обратились куда? Ну я обращался и к заместителям Акимов, чтобы они мне предоставили, чтобы встречу организовали. Ну Акимов выполнил своеобещание. И предоставили документы, подтверждающие расторжение договора. Должны быть материалы какие-то. Просто так же он не расторгается. Ну то есть ничего этого у меня не вышло. Поручение заместителя Сухамбекова, чтобы они мне предоставили материалы расторжения договора, не выполнилось. То есть со стороны госорганов никакого внимания. Вы после этого куда обратились? В комиссию по этике или куда? Да, поэтому после этого я долго думал и обратился в комиссию по этике. Я, кстати, туда же второй раз обращаюсь. А на прикол? Что это вообще за организация комиссия по этике госслужащих? Комиссия по этике, это вообще-то агентство по работе с госслужащими. Агентство по делам госслужбы, да? Да. И вот в департаменте города Алматы, вот это и существует Совет этики. Вот это туда обратился. Ну и вот они мне ответили, что... Так, кстати, там еще был вопрос о том, что я в Акимат, когда мне ответы, я не дождался от этих, да? Я написал письмо в Акимат, просил, чтобы они разобрались. И предложил Акиму заключить с ним меморандум. И мне ответ пришел, как раз вот ответ пришел, где мне инспекторы говорят, что с вами расторжен договор, а заключать договор с Акимом Городовым мы отказаны. То есть не Аким принимает решение. А департамент? Не департамент, а управление, инспектор управления. Инспектор говорит, что прислал вам бумажку, что Аким с вами договор заключать не будет. Я ему не разрешаю. Да, да. После этого вы в комиссию по этике. Что вообще происходит? По этике обратился. Ну, то есть, во-первых, туда не явился сам руководитель Кирикбаев. Туда пришел помощник. Я на вопрос говорю, а мне что с помощником разговаривать? О чем? Он принимал решение, что ли? И документы он никакие не предоставил. Комиссию, подтверждающую, что договор на сторону. Просто копию ответа, который они мне дали, он и предоставил этой комиссии. И что комиссия по этике ответила на то, что Аким обещал, не встретился, дал поручение разобраться, не разобрались? Ну, на самой комиссии она сказала, что должность Акима это политическая должность, и мы не имеем права вмешаться в его работу. Я говорю, я не прошу вас вмешаться в его работу. Я говорю, я хочу оценить, чтобы вы оценили его дети. Ну, в общем, на этом мы расстались. Я сказала, и в итоге я получаю ответ, что в действиях должностных лиц, указанных в жалобе, признаков нарушения стандарта служебной этики департаментом не усмотрено. А каковы вообще эти стандарты служебной этики? Там есть такое понятие, как честность, ответственность? Да. А потом, когда я им написал заявление, чтобы они меня предоставили, ну, сделали расклад, так делать, вот они мне написали, что Кодекс предусматривает требования по стандарту служебной этики, в частности, им предупреждается следующее требование быть скромным госслужащим, не распространять сведения несоответствующие действительности, в обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать поводов для критики с их стороны и другие требования. Ну, получается, как бы противоречит. То есть, с одной стороны, некорректно все-таки, то есть, назначили встречу, сказали, что будет, не провели, и, с другой стороны, дали повод, чтобы покритиковать органы государственного управления. На сто процентов. И нераспространенные сведения несоответствующие действительности тоже, оказывается, в ходе стандарта. Да, а они, получается, сказали, что меморандум расторгнут, а у них даже текста его нет. Вообще они не знают, даже текста его нет. Терегбаев сказал, что он неправильный, как можно говорить, правильный или неправильный. У вас, я так понимаю, много историй про взаимоотношения с госслужащими и их странное поведение. Вот было, например, когда министерство передается и полномочия другому министерству, да? Ну, было у меня... Я вообще... У меня такая решила проверить на практике, можно ли работнику госорганов обязать выполнять свои обязанности, ну, самой же структурой, да, правительства. Может ли она сама себя воспитывать? Получается, что нет, не может. То есть, значит, у них там свои какие-то эти... даже просьбы министерства и Комитета защиты прав потребителей Досаеву, чтобы он провел эту... Поддержали встречу с этими, да? Они переправили в управление предпринимательства и нам ответили, что такими вопросами не занимаются. То есть, я не знаю, чем они там вообще... Чем они руководствуются? Для Досаева вообще ничего нет. Даже министерство для него... Вообще до него не доходит. То есть, у меня ощущение, что там Досаев только финансами занимается. А вопросами с гражданами он вообще не касается с кем. То есть, он экранирован чиновничьим куполом и документооборотом. Да, кстати, на этой встрече я... Если бы встреча состоялась, я бы хотел им предложить бы... Ну, первое, чтобы он через месяц примерно встречал, ну, с любым районом, да, потом бы приглашал тех, кто жаловался, и тех, кто исполнял. Ну, навстречу, через месяц примерно. И гражданам дал бы помидоры. Каждому. И если граждану... И гражданам помидоры голосовал бы. Хороший человек выполнил или не выполнил. Не, ну, сама тема интересная. То есть, получается, жалобщики, те, кто должен... Те, кто должен решать их вопросы, потом через месяц встречаются, и граждане сами проверяют, насколько чиновник выполнил их поручения. То есть, схема простая, но не примитивная. Но эффективная. Ну, мы не знаем, эффективная. Вы же не встречались с... Если человек будет в помидорах, он вряд ли с ней захочет не исполнять. Ну, видите, к этому до этого даже... Ну, чтобы до этого дошло, сначала тогда сама встреча состоялась. А то, что она не состоялась, это все, по мнению комиссии по этике, не противоречит чиновничею этим. Нет, нет. Это входит в стандарты. Кроме того, я хотел там на этой встрече предложить Досаеву, что у нас самый интересный парадокс. У нас в Казахстане существует в Алма-Ате управление предпринимательства. Они живут там больше 50 единиц, 100 единиц. Но нет ни одного управления при Акимате по защите прав потребителей. Ни одного управления или ни одного человека? Вообще ни одного нет. Никто не занимается вопросами потребителей. Я предложил им, хотел предложить, чтобы при Акимате создали такое, ну, хотя бы 2-3 человека, которые бы доносили до него ситуацию с потребителями. Нет никого. Они все ссылаются на департамент. Я говорю, департамент это министерское. А вы даже департамент, они даже департамент не приглашают на совещание, чтобы узнать мнение, а как живут потребители, ну, мать. Ладно, тема бесконечная, хоть и смешная. У нас в гостях был Владимир Пермин. Мы разбирались с чиновниками и этикой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова